Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшнее видео будет длинным, но я постараюсь говорить коротко и по делу. И мы с вами будем говорить о будущем криптоиндустрии, о будущем майнинга и в целом о вашей возможности каждого из вас находиться чуть-чуть в большей безопасности, владея криптовалютами, нежели рублями или иным фиатом. И я очень вас бы просил, хотя наверняка вы это и сами сделаете, так как данные, которые я буду давать, крайне важные для каждого из вас. Распространите, пожалуйста, это видео среди максимального количества блогеров. Возможно, они захотят опубликовать это видео у себя на каналах, да и просто разошлите его своим друзьям. Ну и, конечно, я прошу вас высказаться под этим роликом и написать свое мнение. А также в конце этого ролика я позволю себе дать несколько советов. Итак, погнали. В прошлом году, 31 июля 2020 года, криптовалюта в России была легализована 259-м федеральным законом, который у меня в руках. Толстый, замечательный закон, в котором 38 страниц текста. Я его не единожды анализировал. И, в частности, в этом федеральном законе определение крипты дается в первой статье. В частности, здесь написано, что для цели настоящего федерального закона под распределенным реестром понимается совокупность баз данных, тождественно содержащихся в них информации, которая обеспечивается на основе установленных алгоритмов. И что под узлами информационной системы. Короче, все здесь это написано, все хорошо. Отдельно в этом федеральном законе крипте посвящена 14-я статья федерального закона, где в том числе в черном по белому написано, что да, она называется оборот цифровой валюты на территории Российской Федерации. И, конечно, к этой статье можно привязать еще и тот цифровой рубль, который собираются выпускать. Но если вы внимательно почитаете эту статью, то вы увидите, что это все-таки речь идет о криптовалютах, потому что здесь налагается запрет покупать товары, работы или услуги, или продавать товары, работы, услуги за цифровую валюту, распространять информацию о том, что вы собираетесь что-то покупать за цифровую валюту или продавать. Понятное дело, что такие ограничения, они не будут действовать, не будут распространяться на цифровой рубль. О нем расскажу отдельно. И довольно подробно все написано, в том числе, что юридические лица и физики, которые находятся в России меньше 183 дней в году, они могут как бы делать все, что угодно, в том числе покупать и продавать товары, работы, услуги. Ну а если вы, россиянин, живете в России, то делать вы этого не имеете права. Итак, это был федеральный закон, и мы этому все с вами обрадовались. Одновременно с этим появилось три проекта федерального закона. На них я буду ссылаться отдельно. Вот проект федерального закона, который был внесен в Госдуму за номером 106-57-10-7. И в соответствии с этим проектом федерального закона, я рассчитывал, что его примут до конца этого года, наше государство планировало, что каждый из нас, он должен был вступить, между прочим, его должны были принять до конца года, и он должен был вступить с 1 января 2021 года. Понимаете, так об этом написано, что настоящий федеральный закон вступает с его с 1 января 2021 года. И по этому проекту федерального закона все мы с вами до 30 апреля 2022 года должны были направить уведомления в налоговую инспекцию о том, что мы владеем криптовалютой. Мы должны были также сдать декларации, если вы работаете на классике, то по налогу на прибыль отчитаться, если вы получили прибыль от реализации криптовалют. Если вы работаете на упрощенке, то отчитаться и сдать декларацию, если вы получили прибыль от майнинга и потом реализовали эту крипту или получили прибыль, продав крипту, выведя ее в фиат, вы должны были заплатить налоги на упрощенке. Если вы просто физик, вы должны были сдать декларацию по НДФЛ и тоже заплатить 13% в НДФЛ. При этом по этому законопроекту крипта освобождалась от налога на добавленную стоимость, признавалась имуществом и все как бы хорошо. А если кто-то ослушается и там чего-то начнет делать нехорошее, например, продавать товары за крипту, то на этот счет в Госдуму внесли вот этот законопроект и им были предусмотрены штрафы. А если кто-то, не дай бог, продал криптовалюту в крупных объемах и сумма незаплаченных налогов составила крупный размер больше 15 миллионов рублей или больше 45 миллионов, особо крупный размер, то прибыль получили такую и налоги не заплатили, то предусматривалась уголовная ответственность. Вот этот законопроект тоже появился у нас в Госдуме. Все мы рассчитывали, коллеги с вами, на то, что до конца года все эти нормативные акты будут приняты и окончательно криптовалюта в Российской Федерации будет легализована. И я как человек, который вместе со своими сотрудниками, у меня на этот счет открыта отдельная юридическая компания, я как человек, который вместе со своими сотрудниками обеспечивают юридическую чистоту сделок в области криптовалют, в области инвестиций криптовалют. Мы как люди, которые разработали соответствующие критерии, как определить, в том числе используя критерии ЦБ, но и не только, а мой большой опыт в этом отношении, как определить является та или иная площадка легальной с точки зрения российского закона, является ли тот или иной инвестиционный фонд, куда можно инвестировать крипте, легальным или нет. Я делал на этот счет многочисленные заключения. Мы очень рассчитывали, что вся эта нормативная база до конца декабря будет одобрена, и мы даже на этот счет провели несколько семинаров, конференцию успешную очень провели, и мы ждали, что вот-вот все это состоится, но сегодня у нас с вами уже конец, можно сказать, декабря. Сегодня 20 декабря 2021 года. Никаких законов на этот счет не принято, и наконец-то у нас появилась ясность. И последние дни многие деловые издания только об этом и говорят. Давайте это разберем. Что же это за ясность такая у нас с вами появилась, и чего нам ожидать, и что нам делать в 2022 году, если вы имеете хоть какое-то отношение к криптовалютам. Ну что ж, коллеги, погнали. Как заявляют многочисленные издания, в том числе РБК, в том числе, я их некоторые буду называть, Центральный банк российских властей рассматривает возможность полного запрета на криптовалюту для россиян, А в Госдуме даже начали звучать предложения по уголовной ответственности за майнинг или владение биткоином или другими токенами. А Генпрокуратура готовит закон об аресте и конфискации криптоденег у граждан России. Но окончательное решение по этому будет принято в первой половине 2022 года. И в качестве альтернативы токенам Центральный банк предлагает цифровой рубль, который начнет работать, простите, который появится в обращении в 2022 году. Тут я, коллеги, позволю себе вернуться немножко назад и после этого продолжу рассказывать, что уже будет с криптой в 2022 году. Вернуться немножко назад и объяснить действия, в том числе, Центрального банка, для того, чтобы у вас было полное понимание, откуда растут ноги. Итак, Центральный банк начал работать с концепцией цифрового рубля, насколько я это знаю, еще в 2018 году. Но 27 мая 2021 года появился документ под названием «Концепция цифрового рубля», насчитывающий 31 странички текста. И в этой концепции цифрового рубля подробнейшим образом расписано, как будет функционировать цифровой рубль, как он будет меняться с нального или безнального рубля на цифровой. Можете изучить эту концепцию. Коротко скажу несколько вещей. Первая вещь. Цифровой рубль будет ходить наравне с обычными безнальными рублями, наравне с наличными рублями. Он запускается в обращении в качестве эксперимента с 1 ноя 2022 года. Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом каждый цифровой рубль будет помечен, иметь свою метку, и можно будет проследить всю его историю от рождения до смерти. При этом можно будет проследить и объявить какие-то рубли нехорошими и тут же их обнулить нажатием одной клавиши. При этом, коллеги, внимание, этот цифровой рубль не будет находиться на балансе коммерческих банков. Он будет находиться на балансе центрального банка. И, внимание, ликвидность коммерческих банков из-за этого пострадает. И в этой концепции цифрового рубля центральный банк объявил, что он что-нибудь придумает для того, чтобы поддержать ликвидность коммерческих банков. Коллеги, вы извините, что я не анализирую это достаточно детально, не рассаживаю здесь, что такое ликвидность, от чего, почему, каковы нормы обеспечения у коммерческих банков, что по этому поводу написано в базильских соглашениях, в частности в базе Литре, как это на самом деле. Это будет слишком-то да большое видео. В общем, кому интересно, посмотрите эту концепцию. После этого, совсем-совсем недавно, буквально там где-то неделю назад, появляется еще один замечательный документ. Сколько тут страничек текста? 38 страниц текста, который называется «Проект основных направлений цифровизации финансового рынка на период 22-24 годов». Крайне интересный, подчеркиваю, 38 страниц текста. И тут нас, государство наше, в том числе в лице ЦБ, решило осчастливить, в том числе цифровым рублем, где написано подробнейшим образом, как и что будет ходить. Тут нам ЦБ объявляет о том, что Россия занимает первые места в мире по цифровизации, по проникновению в цифру и так далее и тому подобное. И по сути дела этой концепции ЦБ объявляет, что никаких конкурентов у фиатного цифрового рубля, конечно же, быть на территории Российской Федерации не может. Но вернусь, коллеги, к идее ЦБ, что так как после введения цифрового рубля ликвидность коммерческих банков пострадает, то надо как-то эту ликвидность поддержать. Надо как-то сделать так, чтобы люди не уходили в какие-то иные финансовые инструменты, а не сели свои все деньги фиатные только в коммерческие банки. Какие же меры предприняты уже на эту минуту? Давайте назову только некоторые, потому что их предпринято довольно много. Например, в сентябре Владимир Владимирович Путин подписал два федеральных закона. Один федеральный закон был подписан... В сентябре два федеральных закона вступили в силу. Один федеральный закон был подписан 11 июня 2021 года, номер 203 ФЗ. И этим федеральным законом, вступившим в силу в сентябре, у нас в КАПе появилась статья 14.56. И теперь, если какая-то организация выдаст какой-нибудь потребительский кредит или заем физическому лицу, не работающему в этой коммерческой организации, будь то ИПшник выдал кредит или заем, будь то организация выдала кредит или заем, в том числе этот заем был дан на покупку или строительство жилого помещения, то тогда последует административный штраф. На первый раз должностное лицо будет оштрафовано директор на сумму до 50 тысяч рублей. Дальше ИПшник будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей и приостановит деятельность ИПшника или юрлица на срок до 15 суток, а само юрлицо будет оштрафовано до 500 тысяч рублей. А вот если они попадутся повторно, если они попадутся повторно, тогда директора компании оштрафуют до 200 тысяч рублей, предпринимателя до 200 тысяч рублей, юрлицу оштрафуют до 2 миллионов рублей и запретят им работать на срок до 60 суток, что равносильно будет ликвидация этого юрлица или ИПшника. То есть таким образом, как бы нам всем говорят, ни в коем случае не финансируйте физиков на покупку или строительство жилого помещения, или вообще не выдавайте никаких потребительских кредитов, это к этому относится, ибо физики должны брать кредиты в коммерческих банках и сделать так, чтобы коммерческие банки процветали. Затем Владимир Владимирович подписывает 11 июня 21 года 215-й федеральный закон, и если эта сумма потребительских кредитов, выданных или займов, была меньше 2 миллионов 850 тысяч, тогда наступает административная ответственность, а если сумма потребительских кредитов и займов больше 2 миллионов 850 тысяч в совокупности выданных на руки, тогда трешечка. Все зачитывать не буду. У нас появилось в уголовном кодексе статья 171.5 уголовного кодекса, и можно сесть до трех лет лишения свободы. Ну так, неплохо так, да? Ну хорошо, давайте процитирую. Либо по уголовному кодексе это наказывается штрафом в размере 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо в размере зарплаты или нового дохода осужденного на период от 2 до 4 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью тоже на срок до 3 лет. Все должны нести деньги только в банки и в Центральный банк, поддерживая их ликвидность. Затем, коллеги, последовала целая череда невыдачи лицензий и запрета работы площадок, занимающихся инвестициями. Все должны работать только через официальные банки. И тут, наконец-то, так как граждане Российской Федерации занимают чуть ли не лидирующие позиции в мире, в части, касающиеся инвестирования в криптовалюты, решили нанести удар еще по криптовалютам для того, чтобы не было никакой конкуренции у нашего будущего цифрового рубля. И Рейтерс пишет об этом тоже, и РБК пишет, и кто только об этом не пишет, давайте теперь это разберем более подробно. И со слов представителей Центрального банка, я их сейчас всех перечислю и процитирую, регулятор, то есть ЦБ, изучает возможность новых ограничений на фоне неких рисков, цитирую, для финансовой стабильности на фоне роста крипторынка в России и виртуальных транзакций. Браво Центральному банку! Все верно! Все верно! Не просто риска! То есть, когда граждане ринулись на рынок криптовалют, это не просто риск для финансовой стабильности нынешней финансовой системы. Это предвестник краха их порочной арабской системы фиата, делающей всех нас, конечно, кроме господствующего класса и правящего класса, так вот, делающих всех нас нищими через постоянную инфляцию, периодические кризисы, которые они создают, периодический отъем денег. Мне достаточно много лет, и я хорошо помню, как меня, мое любимое государство, ограбило в 91-м году, потом в 98-м году, потом в 2008-м году и так далее и тому подобное. Ну, продолжим. Так вот, коллеги, чем же у нас обеспокоен Центральный банк? Я вам объясню сейчас, почему и чем обеспокоен Центральный банк, и дам еще больше нормативных актов? Ну, начну вот с чего, коллеги. Начну вот с живого примера, чтобы сразу показать обеспокоенность Центрального банка. Несколько дней назад, в интервью Майи Нелюдиной на канале Тинькофф Private Talk, аж целый директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального банка. Вдумайтесь, директор департамента противодействия недобросовестным практикам. Валерий Лях, не моргнув глазом, заявил следующее, цитирую Валерия Лях, у криптовалют есть множество разных недостатков. Ну, конечно, у рубля их только нет, у доллара их нет. Ну, подумаешь, я не хочу эту тему освещать, посмотрите многочисленные видео моего хорошего приятеля, Геннадий, привет, я надеюсь, из Геннадия М. Вот. Никаких недостатков у фиатных валют у нас нет. Никаких. Ну, ладно. Так вот, Валерий Лях заявил, у криптовалют есть множество разных недостатков. И для инвестора физического лица, и не только, опасность криптовалюты во множестве случаев заключается в том, что криптовалютой легко манипулировать. Вот тут прям, знаете, вот хочется вот просто помолиться на фиатный рубль, потому что, конечно же, рублем и долларом никто не манипулирует, рисовом нуленья, стоимости фиата не бывает, фиат не обесценивается. В общем, фиат – это сказка. Далее Валерий Лях заявил, что раз есть волатильность у криптовалют, это явно манипуляции. И далее на вопрос, возможно ли, что криптовалюту разрешат в России, этот уважаемый человек заявил, мы отрицательно относимся к криптовалюте, безусловно, и не поддерживаем любое ее обращение у нас в стране. Круто, правда? Далее он согласился, что они не могут ограничить операции физических лиц с криптой, что типа вот причина запрета, потому что они не могут ограничить операции с криптой, не могут ее контролировать. контролировать. Вот тут, коллеги, прям, вы знаете, у меня прям волосы зашевелились, потому что, ну, например, что значит не можете ограничить, что значит не можете отслеживать, не можете контролировать? Что-то не можете, но многое можете. А иначе получается, что директор департамента Центрального банка, он просто не в курсе того, что говорят, так сказать, его смежники, потому что еще 19 февраля этого года глава Росфинмона Юрий Чеханчин на встрече с президентом заявил, что уже давно разработан механизм, который контролирует полностью все криптоакции, буквально каждую криптоакцию. Два месяца назад, три месяца назад, им там вместе с Минцифрой, Росфинмоном, и еще одно там министерство было добавлено, выделили миллиарды и миллиарды рублей на доработку этой платформы. А когда недавно на нашей конференции CryptoFuture я задавал соответствующие вопросы представителю Binance, это видео выложено в интернете, в частности на канале Геннадия М, он подтвердил, что да, такая платформа по контролю каждой криптоакции существует, можете посмотреть, он более детально на этот вопрос отвечает. Другое дело, что не всегда они это могут контролировать, есть P2P обменники, есть холодные кошельки, но, коллеги, когда я занимался соответствующими транзакциями не только на Binance, но и делал определенные транзакции на одну из европейских бирж, которая не представлена на территории Российской Федерации, с территории Российской Федерации, ну, все мои транзакции блокировались, и пришлось связываться всякий раз с банком для того, чтобы эти транзакции разблокировать, то есть, оказывается, и в то же самое, когда я переводил деньги с европейских счетов туда, там то же самое происходит, ничего подобного. В части, касающиеся выхода из фиата в крипту, они ой-ой-ой, как все это контролируют. И я на этот счет могу часами рассказывать, как они это контролируют, и нормативная база на этот счет. Вся у нас тоже, коллеги, существует, в частности, указанием Центрального банка 5599 от 20 октября 2020 года, которая вступила в силу с 1 октября 2021 года, тут уже дается указание коммерческим банкам контролировать криптовалюту, в частности, это код операции номер 1137 и 1138. 6 сентября 2021 года у нас выпущены методические рекомендации о повышении кредитных организаций к отдельным операциям клиентам за номером 16МР, и тут целый список дан всех этих моментов и нюансов, которые можно отнести в том числе к P2P-обменникам и к любому банку, для того, чтобы они контролировали каждую криптоакцию. 25 ноября 2020 года Центральный банк издает указание от 25 ноября 2020 в номер 5635У и так далее и тому подобное. В декабре месяце, по-моему, 14-го они выпустили очередное указание, запрещающее, в том числе, по его имениционным фондам и прочим институтам инвестировать какие бы то ни было средства в любые инструменты, хоть близко похожие на криптовалюты. Вы понимаете? То есть, с точки зрения государства и самого же Центрального банка и Росфинмона контроль уже зашкаливает. Понимаете? Более подробно, в частности, как это все делается, послушайте в ответах на вопросы представителя Бинанс. И я попрошу своих коллег, чтобы они ссылочку под этим видео соответственно дали на наш канал, либо на канал Геннадия М, где соответствующее видео появилось. Ладно, вернусь к нашему мудрому, уважаемому чиновнику, как его зовут, Валерию Лях, директору департамента. Дальше он заявил, что сделки с криптой физики, цитирую его, совершают на криптовалютных биржах, которые не на территории Российской Федерации. Дальше он заявляет, что на территории Российской Федерации, внимание, нет криптовалютных бирж. Как-то даже сейчас я чуть не понимаю. Я только что делал интервью, дай его в память, Евгению. Он руководитель по развитию, скажем так, Бинанса. Евгений, простите, если не очень точно назвал вашу должность. Мне нужно посмотреть. И они вообще для территории России работают. Бинанс – это крупнейшая мировая биржа. И Евгений нам подробно рассказывал, в каких случаях они контактируют и взаимодействуют с официальными российскими органами, включая ФСБ, Росфинмониторинг, МВД, налоговая инспекция, что они для этого делают и прочее, прочее, прочее. И тут выясняется. То есть только мы провели эту конференцию криптофьюча и сделали интервью Бинансу, выясняется, что оказывается, то ли директор департамента Центрального банка не в курсе, то ли он лукавит. Он заявляет, что в России нет никаких криптовалютных бирж. Дальше он говорит, то, что люди торгуют, они торгуют за рубежом. И надо понимать, что опасность этих действий высока. С одной стороны, людям предлагают криптовалюту, которая непонятно какой актив. С другой стороны, людям предлагают якобы вложиться в криптовалюту. И за этим следует откровенное мошенничество или очередная пирамида. И тут я подвис. И тут я подвис, потому что я работаю на Бинансе. Ой, господи, я думаю, означает ли это заявление намек на то, что на таких уважаемых площадках, как Бинанс, Бинанс, простите, кто как, правильно, Бинанс, но по-русски Бинанс, присутствует откровенное мошенничество и что это очередная пирамида. Даже подумать страшно, знаете ли. Дальше чиновник говорит, сейчас многие из пирамид, стремясь избежать дополнительной ответственности, принимают деньги через криптовалюту, а не через фиатные деньги. Ну, ладно. этого чиновника мы послушали. Давайте еще некоторых товарищей процитирую, чтобы показать их негативное отношение, а я имею в виду негативное отношение Центрального банка к криптовалютам. Вот, например, Рейтерс цитирует высказывание первого заместителя председателя Центрального банка Ксении Юдаевой, которое она только что в декабре 21-го озвучила нам. Цитирую. ситуация в странах с развитым крипторынком все больше напоминает так называемую теневую финансовую систему. И госпожа Юдаева добавила, что использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики. Это уж точно. Это уж точно. Действительно. Очередная денежно-кредитная политика, например, ФРС, не знаю когда, но, боюсь, скоро приведет к тому, что пара миллиардов граждан на планете Земля, если не больше, обнищают так это в десяточек раз. Действительно, криптовалюта снижает такую эффективность, понимаете? Они очень эффективно это делают, опустошая наши кошельки. Ну и все ли это цитаты? Да нет, коллеги, я тут многое пропускаю, но наиболее интересные вещи, я сейчас вам скажу, вы знаете, ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, он прямо выступал за легализацию криптовалюты, у меня здесь есть где-то цитата его, а тут даже он засомневался, будет ли крипта легализована или не будет, даже он засомневался, понимаете? Он заявил, что все дискуссии, связанные с тем, как определять соответствующие инструменты, новые, и как налогооблагать эти новые инструменты, должны быть рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы с 10 января по 31 июля 22 года, то есть, если до этого они собирались принять все законы в 21 году, и чтобы с 22 года все было окончательно легализовано, я вам эти законы показывал, то теперь они стали сомневаться, и решили все это дело рассмотреть до 31 июля 22 года, чтобы уже с 23 года мы вошли с полным пониманием того, будет ли тотальный запрет на криптовалюту, или будет все-таки она разрешена, понимаете? Поэтому получается, что, коллеги, ранее ссылаясь на эти законопроекты, и ссылаясь на то, что тут черным по белому в законопроектах написано, что они начинают действовать с 1 января 21 года, показываю еще раз, например, это было написано в законопроекте номер 106-57-10-7, цитирую еще раз, что все эти законы должны были начать действовать, настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 21 года, теперь их действие, если это будет принято, переносится на 22-й год, а это значит, что за 21-й год в 22-м, по всей видимости, мы с вами не должны будем писать никаких уведомлений в налоговую инспекцию, не сдавать никаких деклараций по операциям с криптой и не платить с прибыли от реализации крипты никаких налогов, ну, я именно так это понимаю, вот, пожалуйста, я вам дал ссылку аж на целого председателя комитета, при этом, что интересно, Аксаков все-таки продолжает настаивать на легализации крипты, он говорит о том, что надо придумать вообще раз оквет для крипты и как бы и пусть люди платят налоги, не хочу его полностью цитировать. А Центральный банк, я вам уже процитировал, зампреда Центрального банка, я вам процитировал начальника департамента, вот, ну, и Элона Биулина, тоже Ласа Хибзадовна, глава Центрального банка, она все-таки выступает за запрет криптовалюты, и об этом она заявила в ноябре 21-го года во время своего выступления в Государственной Думе, и по ее словам, две главные проблемы токенов заключаются в том, что они, во-первых, анонимны, а во-вторых, что за них никто не несет ответственность, а вот за рубль, это я от себя добавляю, несет ответственность сама глава Центрального банка, поэтому рубль надежная валюта. Конечно, руководство Центрального банка считает, что россиян следует наказывать за использование криптовалют по всей строгости закона, и что в сентябре еще они сообщали нам, что надо более жестко ограничить использование токенов на территории страны, и что если кто-то будет использовать, это будет караться уголовной ответственностью как максимум, а как минимум административной ответственностью. вообще наши власти они давно уже планируют пополнять наши отечественные тюрьмы за счет майнеров, но тут давайте скажем правду, под словом власти я все-таки имею ввиду Центральный банк, потому что из всех тех источников, которые я проверил, Минфин был на стороне легализации крипты, Минэк тоже, Госдума, вот в частности я называл Ахсакова тоже, они законопроекты вот эти подготовили, там куча поправок к ним подготовлены, эти законопроекты прошли соответствующие экспертизы, им два часа могу рассказывать, поэтому, наверное, все-таки идея пополнять отечественные тюрьмы за счет майнеров и за счет тех, кто трейдит на крипте, это все-таки, наверное, больше вопроса к Центральному банку. Хотя и Минфин немножко тут свою позицию стал менять по поводу того, что надо бы сажать россиян в тюрьму и так далее, ну вот тут я про Минфин могу кое-что вам тоже рассказать, там часть Минфина за, часть Минфина против, ну там, и здесь много-много всего тут написано, я эти законопроекты вам показывал, подготовлено было тоже в Минфин, но тем не менее, Минфин, по сути дела, выступал не за то, чтобы россиян, законопроекты я вам могу показать, не за то, чтобы россиян сажать за владение, не, Минфин выступал За то, что если кто-то нарушит правила и будет за крипту что-то покупать или продавать, тогда административная ответственность. А если с крипты вы не заплатьте налоги, тогда уголовная. Вот за что выступал Минфин. Минфин же в целом выступает за легализацию криптовалют. Дальше, коллеги. Естественно, генпрокуратура, как писала Синьюс, приступила к разработке закона, который позволяет накладывать арест на биткоины и даже конфисковывать их. Ой, слушайте, тут столько всего я собрал. Давайте я все-таки как-то это дело ускорюсь. И Росфинмониторинг подключился. Ну, я это уже упоминал, что Росфинмон заявляет, что они могут контролировать каждую криптоакцию. Вот. Ну, давайте вернусь к Центральному банку. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Знаете, когда готовился, думал, что быстро все это расскажу. Но тут слишком много всякой информации, да. Давайте вот это я уберу и перепрыгну вот в самый-самый конец. В ЦБ отметили, что российские пользователи одни из самых активных участников рынка цифровых валют, и что Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют. О чем это нам говорит? Ну, конечно, нам это говорит, что россияне свято верят в светлое будущее рубля, и поэтому они вкладываются в крипту. И что Элона Биулина крайне негативно относится к частным криптовалютам, претендующим на роль денег. И, по словам Набиулиной, проблема в том, что цифровые валюты анонимны, и никто не несет за них ответственность. И глава ЦБ, как я уже об этом говорил неоднократно, критиковала криптовалюты, называя их денежными суррогатами, и рекомендовала россиянам не инвестировать в крипту. Но главное, коллеги, вот что. Сейчас сошлуюсь и на ЦБ на наш, и на Федеральную резервную систему, и второй раз уже в этом видео повторю эту мысль. Криптовалюты не несут угрозы финансовой стабильности, считает глава Федеральной резервной системы ФРС Джером Пауэлл. Однако они ничем не обеспечены. То есть он не признает, что они несут угрозу финансовой стабильности доллару. Ха-ха-ха, он знает, что они несут угрозу доллару, но просто не показывает это. Он просто говорит, что они ничем не обеспечены, и создают риски для потребителей, многие из которых не понимают, что покупают. Об этом пишет MarketWatch. И вот его цитата. Я считаю, что криптовалюты связаны с риском, это я Пауэлла цитирую, так как ничем не подкреплены, и я полагаю, говорит он, что имеет место быть значительная проблема потребительского характера для тех, кто может не понимать, что они получают, отметил Пауэлл. А доллар у нас обеспечен, оказывается. Вопрос только чем. Особенно после того, как было аннулировано Бреттон-Вудское соглашение 43-го года, и американцы, дай бог памяти, 23 ноября 73-го года объявили, по сути дела, дефолт по своим обязательствам обеспечения доллара золотом. Да не по сути дела, это был дефолт. И с тех пор это просто бумажка абсолютно ничем не обеспеченная. Криптовалюта как раз обеспечена доверием граждан, а фиат вот ничем уже не обеспечен. Но вернемся, вернемся, коллеги. Оставим Паула, потому что много чего наговорил. Вернемся давайте к нашему центральному банку и сделаем, скажем так, окончательный вывод, что же центральный банк собирается здесь. А дальше попробую закончить этот ролик более оптимистично. Итак, центральный банк делает все возможное, чтобы в первой половине 22-го года любая деятельность на территории Российской Федерации, связанная с криптовалютами, была запрещена и стала незаконной, и чтобы за это была обведена административная и уголовная ответственность. Это включает в себя майнинг, это включает в себя владение и покупку крипты после введения этих законов, типа, если ты купил раньше, то ладно, мы тебе разрешаем это иметь. Это включая любые транзакции и так далее. Ну, я так понимаю, Байненс, в частности, перестанет работать на территории Российской Федерации. А это вот идея центрального банка. Вместе с тем, коллеги, вместе с тем, я очень надеюсь, что не только благодаря вам, а дальше рекомендации вам дам, но и благодаря в том числе Герману Сковоревичу Грефу, который разрабатывает, и не только он, крупные российские банки сейчас вообще работают над запуском блокчейн-платформы, на которые будут обращаться только их токены или другие там токены. И в ближайшее время планируется, чтобы блокчейн-платформа Сбербанка со Сберкоином. Со Сберкоином на одну секундочку. В таком случае надо будет и Сберкоин запретить. Хотя ЦБ может пойти по пути, типа это наша крипта, и типа это цифровой финансовый актив, который укладывается в 259 закон, потому что это все под контролем. А вот не наша, если эта эмиссия происходит на каких-то неподконтролях в нашем площадках, то это противозаконно. Но из того, что я вижу, коллеги, и депутаты, и чиновники из Миннека, и олигархи, они выступают за то, чтобы крипта на территории России осталась и была окончательно легализована. Вот, например, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предлагал, сейчас, может быть, уже не предлагает, приравнять майнинг к предпринимательской деятельности в России буквально полтора месяца назад он это сделал. И он заявил о своей готовности предоставить майнерам у себя в Иркутской области площадки для промышленной добычи криптовалют. После этого даже аж целый председатель Госдумы господин Володин поручил создать рабочую группу, которая займется обсуждением вопроса легализации майнинга криптовалют в России. И я многого могу назвать, коллеги, и чиновников, и руководителей крупнейших банков, которые предлагают выступить, которые выступают за легализацию криптовалют в России. По сути, я мог бы так сказать, все здравомыслящие люди в нашей стране, которые хоть немножко понимают хоть что-то в финансовой системе, они понимают, что будущее не за фиатным рублем и не за фиатным долларом. Я думаю, что будущее за битком и иными альткоинами, которые являются в той или иной степени устойчивыми. Я в детали сейчас сдаваться не буду, вы в этом понимаете лучше меня. Будущее за этим. Они это понимают. Кто против? Отвечаю, кто против еще раз. Против коллеги. Ну, например, почитайте базильские соглашения и посмотрите, кто стоит за европейским банком рекординструкции и развития. Посмотрите, что такое группа ФАТФ. Посмотрите, что такое группа Эгмонд. И почему наш Росфинмон является филиалом группы ФАТФ. Посмотрите базильские соглашения. Посмотрите, как устроена мировая финансовая фиатная система и система центральных банков. И если вы хотели найти рабовладельцев, то вы их нашли в рамках этой фиатной мировой системы. А разумные рациональные люди, даже такого высокого уровня, как председатель Госдумы, они, по всей видимости, тоже не хотят быть рабами. Они понимают, что будущее за криптой. Они не понимают, что попытки запретить крипту в отдельно взятом государстве, это такая же глупость, как в 1920, например, году или там 1900 году. Я точно в интернете посмотрите. Были попытки запретить автомобили в Великобритании. Они даже законы принимали, потому что автомобили мешали движению у живого транспорта. Я имею в виду лошадей. Ну давайте, давайте. Удачи, так сказать, в запрете. Вместе с тем, коллеги, эта агония может продолжиться. Агония запретов. Эта агония может растянуться на несколько лет. Будьте к этому готовы. И чтобы, коллеги, в первой половине 2022 года не запретили вас, криптоэнтузиастов, как коллаз под угрозой административной и уголовной ответственности. Добрый вам совет, ребята. Займитесь прямо сейчас с удесетеренной энергией популяризации криптовалют на территории России. чтобы не было такого, что через полгода, годик, даже сам факт того, что вы в Ютьюбе скажете, что вы криптоэнтузиаст, вас не отправили в места не столь отдаленные пополнять российские тюрьмы. давайте не будем жаль, что найдется какой-то добрый дядька, который позаботится о нормальной финансовой системе будущего, независимой от безумия финансовых регуляторов. давайте сами попробуем о себе позаботиться. И давайте будем не только мечтать, что за битком и прочими криптовалютами нормальная финансовая будущая планеты Земля, а давайте еще для этого попробуем что-то сделать. соответственно, коллеги, я и моя команда прилагают определенные усилия для того, чтобы это произошло. И, например, в конце декабря этого года я и мои коллеги, ну, может быть, не самые, а, может быть, и самые умненькие, самые такие вот продвинутые криптоэнтузиасты, мы 27-го, 28-го декабря этого года проведем заключительный годовой семинар по криптовалютам. На апрель месяц, на 13-е, 14-е апреля 22-го года у нас запланирована очередная конференция CryptoFuture, а последняя конференция была крайне успешной. Посмотрите различные видео различных блогеров по результатам этой конференции. Моя команда постоянно работает над тем, чтобы информировать вас о законодательном обеспечении в части, касающейся всех новостей с криптоэнта. Я вам перечислил микроскопическую часть из того, что я буду рассказывать на семинаре в конце года, 27-го, 28-го декабря. Приходите, не пожалеете. Поэтому давайте что-то сделаем, дамы и господа, для себя, чтобы обеспечить в том числе свое собственное будущее. И каждому из вас я хочу пожелать процветания, преуспевания, удачи в делах. И помните, независимо от того, что произойдет в первой половине 22-го года, все равно, в конце концов, здравый смысл победит, и все равно все будет хорошо. Спасибо, коллеги, удачи в делах. Продолжение следует...